Слышен башен на безнаме, статолог Дед Киршичин, раз сми, тридцать, пильда башла в ГЦ. Для начала хотелось бы обратиться ко всему народу, к нашему правительству и уважаемым журналистам, что недавно прошла дезинформация в СМИ. Не знаю, это специально было запланировано или как-то случайно все получилось. Ну или трактовали чьи-то слова неправильно. Ну в общем, было такое, что мы требуем у правительства статус героя и какие-то социальные привилегии для себя. Мы хотели бы официально заявить от всего нашего общества, да и от тех участников, я так думаю, которые там были, что мы требуем всего лишь статуса революции. Мы у правительства не требовали какого-то статуса для себя. То есть, ну, если так брать в общем, мы не считаем, что мы герои. Мы считаем, что мы патриоты, да. Мы вышли ради своей страны, ради своего будущего, ради своего народа. Но не было такого, чтобы мы требовали назвать нас героями и какие-то социальные нам привилегии давали. Да, мы требуем у правительства, чтобы посодействовали нам в лечении. То есть, многие наши ребята нуждаются в операциях, и не все операции могут проводиться у нас в стране. Как вы знаете, за рубежом у нас медицинские услуги очень дорогие. Поэтому мы просим и требуем у правительства всего лишь посодействовать нам в лечении, в лечении и в дальнейшей адаптации. То есть, ребята, которые получили ранения, они, как раньше, уже не могут вести жизнедеятельность. Они не могут работать там, где раньше работали. То есть, с одним глазом, с одной рукой или еще с какими-либо повреждениями уже некоторые вещи, оказывается, делать затруднительно. Ну, или невозможно. Поэтому мы просим всего лишь посодействовать нам в адаптации и в лечении. А каких-либо социальных привилегий или звания героя мы на это не претендуем. Хотелось бы отметить. Еще мы требуем у правительства, ну или у президента, кто полномочен, дать нам статус. Вот, кем мы являемся? Мы являемся революционерами. Мы являемся мародерами. Мы являемся захватчиками. Кто мы есть на самом деле? Потому что Содор Нур-Ладжевич в своих комментариях немножко противоречит. Он вначале вроде говорил, что это была революция, потом он говорит, что это была мирная передача власти. Люди еще как-то трактуют по-всякому. Поэтому нам бы хотелось бы уже определиться, кто мы есть на самом деле. Я так думаю, либо все мы должны сесть, включая Содор Нур-Ладжевича, включая Махсат Мамытов, кто у нас в правительстве был, тот же Сын Макджапы Киев. Либо мы все должны какой-то статус получить. Кто мы есть на самом деле. Всего лишь вот это мы требуем. Дальше, конечно, у нас были требования. Почему в СМИ просочилась вот эта информация, что мы требуем себе звания героя? Потому что мы писали письмо Содору Нур-Ладжевичу со своими обращениями и требованиями. Некоторые СМИ как-то неправильно трактовали и подумали, что мы требуем героя. Там были совсем другие вопросы. Мы требовали люстрации, чего мы изначально требовали. Все те люди, которые вышли в тот день на площадь, на мирный митинг, изначально это было требование отменить выборы. Но после того, как смена власти произошла, все начали требовать, все мы, включая нас, требовали люстрацию, чтобы те вороватые чиновники, которые у нас насиделись уже последние 30 лет, ну или еще сколько-то, чтобы они все ушли и пришли новые лица. Это не обязательно молодые. Главное, чтобы новые и компетентные в своих вопросах. Также мы требовали привлечения экс-президента Сором Вайджембекова к ответственности. Учитывая то, что 150, по меньшей мере, 150 человек получили ранения разной степени тяжести. Из них особо тяжелые, где-то около 50 человек. Плюс один человек умер. Мне кажется, это как минимум основание для возбудить уголовное дело. Мы хотим, чтобы привлекли экс-президента Сором Вайджембекова, чтобы бывшего министра внутренних дел Ашхара Джуншалиева и председателя ГКМГ Кумбаева, чтобы всех привлекли по закону и разобрались, кто именно виноват во всем этом. И вообще до этого, почему у нас революция вообще произошла, потому что после событий карантина, то есть когда у нас пик был заболеваемости по COVID-19, у людей уже в то время было настроение предреволюционное, или как это называется, потому что очень много людей погибло в то время, большинство, почти всех граждан коснулась эта проблема, и все мы понимали, что правительство у нас некомпетентное и не способное что-либо делать с такими вещами. Поэтому я думаю, их нужно привлекать не только по тому делу, что ребята получили ранение, или человек умер 5-6 октября, но и по тем событиям, которые происходили у нас во время пика эпидемии. Также мы требовали у Садара Нурлужоевича, чтобы дали юридическую оценку по поводу партии Беремди, Кыргызстан и Кыргызстан. Все-таки вот эти события произошли на фоне того, что у нас были выборы, и они были у нас крайне нечестные, что видела вся страна, и все, наверное, никого не было, который был бы там не в курсе этого дела. Поэтому мы требовали, чтобы к этим партиям, к участникам этих партий, какую-то юридическую оценку дали. Они виновны в этом, понесут ли они какие-либо наказания, или они дальше могут участвовать в выборах предстоящих. И, ну, в целом, вот эти требования у нас были. То, что вот хотелось бы особо отметить. Нет, ответа не было. Мы вчера пробовали, мы писали в Дом правительства, чтобы нас приняли к президенту. Вчера нам сказали, что примут в три часа. Наши ребята пошли. Троих принял замруководитель аппарата. Ну, там тоже как такого разговора не было. Ну, то есть, плодотворного дела. Там просто он сказал, что он работает всего лишь две недели, и еще ничего не знает. И что все решит руководство, что он все поставит их в известность. И все, в принципе, нас никто не слышит, нас никто не видит. Мы до этого времени, в принципе, и сами. Сами вы понимаете, все лечились, все, большинство были в больницах. Вот только-только начали ребята уже, ну, как-то выходить, что-то предпринимать. И вот пока еще ничего не добились. Если кто-то им, может, хочет запомнить. С вами был Игорь Негода. Есть. Спасибо. С вами был Игорь Негода. Продолжение следует... 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 Ушу талапты даканса, аяғына чейін, ушу талап жеттейтін адолиттілік орносу бізміне жану тіншіп қалып тіледі, анкене деген балаларын айт жататтын, емель гетсе геттіна, гөзден айрылған балаларын, бұдттан айрылған балаларын айт болады. Емель болганын болды, бүрек адолиттілік орносында деген сөз болу татты. Дүшленός бірін, бір өндемігермен өз көлkomет өз ғс леан, бір сөз бол Ну, мы будем добиваться, чтобы нас приняли, чтобы, ну, что-то, ну, все равно нам что-то должны сказать, кто мы есть на самом деле, понимаете? Ну, не получится просто отмолчаться. Я же говорю. Я же говорю. Ну, понимаете? Я не знаю, что мы были в Мариан Десеве, но я не знаю, что мы были в Мариан Десеве. Мене Нөмірбек Бабанов, 200-300-10000 сондын бешкен. Име, амда емелер болуатты броқы, алы ақчан барыден жанағы... Юғынды жатып қалғандар бар да. Месал, юғынды жатып, ештеке жұмыш қылалғағандар. Продуктысы жоқ, элементарны. Юғынды жатып, ошол жана мастарға, дарыларға ақчасы жоқ отырғандар болғандар. Квартирада жашағандар болған, ашонды ашында үлділерің бөлінпі еген, қайын алып өмесің контактың төле алғай алған көрі көбалдар ұшыларға жарадан берді еуретеді. Ну, офциялан, ашында үшіндай жарадан болынды бұрақ бұл өкім өтемес ісіп тә. Бізді ұшынды айтқан, үшіндай бұл өтемес ісіп тә. Продолжение следует... 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 и живут за счет нашего блага народа, вот эти люди должны быть изгоями общества. Мы, народ, сам должен научиться избегать их. Как у нас, как правило, если какой-то депутат, неважно, полстраны он продал или нет, если он придет к кому-то на праздник, его посадят на самое уважаемое место, и все его почитают. Вот этого не должно быть, мы сами, общество в этом виноват. Мы должны порицать таких людей, мы должны стыдить таких людей, стыдиться таких знакомых, стыдиться таких родственников, а не ходить везде там, хвастаться, что у меня вот брат депутат, да скажем так. Поэтому я бы хотел обратиться к депутатам, прежде чем осуждать нас и загонять в какие-то рамки, вы, пожалуйста, посмотрите, что вы сами имеете за своей спиной, кто вы есть на самом деле и какую пользу вы приносите этому обществу. Спасибо. На этом, я думаю, мы закончили. Спасибо, что пришли, спасибо, что вы слышали. Спасибо. 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 Спасибо.